Мы с котиком переживаем грозу. Сначала она громыхала так сухо. А потом полил дождик. Но благодаря моей любимой тетушке, мне тут ничего не течет. Потому что, во-первых, она вычерпала какой-то приятный мой прошлый приезд в воду. И там было мало ее. Во-вторых, там везде, по-моему, растеряно, где дырки, клеенка и всякие такие тары стоят тазлы и этот самый как его звать в чем корыто думаю, в чем детей купают что надо было бабке старика, который родил к рыбке золотой, просить подарки, короче, корыто бак хороший который вчера хотели снять, потому что не было куда мед уливать, но в итоге нашли, куда вливать бак оставили там ну, в двух местах там течет я поставила обратно ведра, это вот где у нас туалет, а здесь я подумала что можно поставить ведро под капель и будет капать не, ну, капает кап-кап он там вроде как уже, ну, видно, что тут светлее но местами троя снимается местами затемняется благо нет такого страшного сильного ветра как тут как-то был что жуть вообще и в прошлом году такой был а еще хочу сказать про два типа людей которые считают, что свою вещь к своей вещи надо бережно относиться а чужую, если берешь во временное пользование под честное слово обычно берут или по-тихому, чтобы человек не знал и возвращают уже убитую либо даже без пожалуйста но так, что как это вы мне откалкиваете вы мне должны и никаких условий не должны предоставить короче, люди, которые к своей вещи относятся бережно а к аналогичной чужой, которую берут во временное пользование считают, что если берут, допустим, новую вещь то считают, что обязательно ее надо раздолбать причем не так вот что, знаете, вы допустим, едет человек на машине может появиться в березу в какую-нибудь, да и помять какую-нибудь вещь это не тот случай и при этом сам немножко возможно травмироваться тот случай, когда специально пытаешься отодрать какую-нибудь маленькую но нужную запчасть вот, допустим у меня на велике в прошлом году хоть ему и было два года но он был можно сказать, новый ничего у него не было отломано ничего не было сломано у него не стало внезапно звоночка я хотела заказать звоночек на озоне недорого, буквально там сто с чем-то рублей но моя старшая сестра меня расхаяла когда была тут в деревне как-то вместе при мне и я так и не заказалась но я думаю, что потом все-таки заказать потому что мало ли так едешь при Луке на велике или наоборот идешь по дороге, а кто-нибудь тебе дорогу загораживает ну, мало ли понадобится прозвонить не орать же дзинь-дзинь я иногда еду, когда по городу на своем втором велике который со скоростями улеча если мне дорожку загораживает какая-нибудь женщина с коляской или просто пара людей которые думают, что это вся дорога для них или просто люди, которые не знают что сзади кто-то едет и они вполне могут пропустить если узнают я иногда говорю дзинь-дзинь и люди меня пропускают если они адекватные по большей части мне адекватные попадаются так вот, есть люди, которые считают, что если берешь какую-то вещь то ты просто обязан ее раздолбать а когда тебе на твоем можно я у вас возьму вот эту вещь но уже как бы хозяин на месте и по-тихому скоммунизить и вернуть потом полусломанную либо совсем разрушенную не получится то приходится спрашивать а хозяин так говорит знаешь, если ты, конечно же, можешь взять эту вещь но ты должен вернуть ее в таком же состоянии как ты ее взял если же ты возьмешь эту вещь слегка поломанную или очень сильно поломанную соответственно, не в том состоянии в котором ты ее брал в более худшем, допустим да? то ты можешь обязан вернуть уже новую вещь человеку это не понравилось но человек осознанно понял как бы человек отказался от того, что ему предложили на его же просьбу как бы на согласие дали на его просьбу человек осознает что он обязательно раздолбает эту вещь причем из принципа это первый тип людей таких вот а еще есть люди, которые думают что вместо того, чтобы чуть-чуть вложиться и починить внезапно сломавшуюся вещь которая вполне себе хорошая и даже сломавшаяся и все еще стоит ровно и как бы служит своим хозяевам и может послужить не только своим хозяям короче, вещь, которая в принципе нормальная только чуть-чуть сломалась вместо того, чтобы чуть-чуть вложиться временем иногда финансами иногда и тем и другим и починить ее они считают, что лучше вложиться в очень много финансов и купить аналогичную но новую я думаю, у таких людей конечно, они финансово состоятельные потому что я считаю что люди, которые берут кредиты ради покупки какой-то штуки без занятий, чего у них есть деньги потому что кредит надо взять конечно, ты берешь деньги получаешь но ты отдаешь как бы на несколько процентов больше то бишь, у тебя уже есть деньги ты понимаешь, что ты можешь взять этот кредит и в будущем его, соответственно, погасить соответственно с процентами никогда не брала кредиты ну как бы выплачивала брали кредиты на мои вещи которые я сама же и выплачивала хотя брал человек другой потому что у меня как бы не взять было кредит но когда эти странные времена закончились и я сама за себя ну короче, я стала совершенно уже официально ни от кого не зависящей в финансовом плане я не беру кредиты даже из принципа так вот я к тому что второй тип людей этот которые вот как раз не ломают вещи а просто вот ну даже допустим скажем так вещь, которая немножко к слому которой немножко приложились люди которые впоследствии долго-долго оттягивают ремонт этой вещи и вместо того чтобы отремонтировать покупают другую вещь которая стопудово сломается точно так же как первая в которую можно было чуть-чуть вложить со временем но не брать кредит и покупать новую вот я тут сижу на крыльичке дождик идет я думала сейчас заняться японским немножко потому что у меня есть ролики с прошлого года с деревни на монтаж но я не помню какие из них я монтировала какие нет ибо какую-то часть я смонтировала еще в укречен и помню что забыла удалить с флешек которые у меня с собой в сумочке для камеры есть но все же плюс в этом доме в этом году печку залатала моя тетушка мои добрые родственники поставили баллон газовый у нас по-моему я как бы не особо им пользовалась у нас был с 16-го года у нас 15-го вообще года стоял баллон в 16-м году я ненадолго приезжала еще когда бабушка болела в 17-м он был в 18-м он был в 19-м еще чуть-чуть было но я на плитке в основном готовила мои родственники как-то не воспринимают плитку электрическую им удобнее на плите газовая мне вот наоборот но я все-таки вот сегодня суп варила и куриные шейки изначально варила и немножко вот так вот прокипятила кипятила сначала воды в чайнике колодежной потом залила этой водой горячей эти шейки минут 10 подержала на плите а потом уже перевела на электрическую плитку ну вот как-то стараюсь все-таки экономно это все расходовать вот вкус жасминовый который сейчас уже соответственно без цветов но я сейчас приближу то что было цветами я сегодня с колодцев 4 ведра принесла общей сумме но я уже говорила в ролике в начале сначала думала смонтировать потом подумала потайпить а потом подумала что лучше попереписывать слова ну в общем неудобно так рука запоминает мозги тоже короче у меня там два упражнения по 4 новых слова по моему раздел сейчас погода идет и вот кстати смотрите там разъяснивается ну вот я приближаю конечно не видно отдаление сейчас сделаю на камеру должно быть виднее ну вот так я смотрю через камеру оно как бы белое но вот поверх камеры там ближе к низу голубое сверху такие белые облачка короче вот с той стороны уже светлее там конечно не очень я думала что хотела прокатиться немножко до одного дерева думала что если полчаса пройдет оно будет опять так вот сухо громыхать то значит ничего не будет и поеду но минут через 10 пошел дождик и я вот подумала что он или на полчаса ну максимум может на пару часов я буду потом прозванивать родину и узнавать относительно представления рамок на осушку но думаю что если дождя не будет то в принципе какая разница что трава мокрая когда вечер наступает и на траве появляется роса то это в любом случае мокрая будет но до росы как бы снимаешь эти рамки вот единственное что малину наверное сегодня особо не посмотреть но по крайней мере траву малине не подрать будет вечером я думала что в 6 часов выставлю рамки вынесу мусор пропылесосим пол а потом часов 7 пойду как раз вот глянуть малину и пол девятого уже убирать эти рамки сосушки вот мой друг стоит на которой у которого сегодня не очень много времени в кадре я честно помолчу просто послушайте этот дождик вот сейчас подумала что надо еще одно ведро поставить под капель у меня там есть одно ведро но я не уверена насчет его водопрочности а еще еще есть ну ты сегодня можешь без этих яблок прожить да я в принципе сосед могу и без них вообще прожить как бы думаете вы но не говорите извежливости говорите да да конечно тогда я тебе их завтра дам завтра точно дам не встречайте днем человека а человек вам говорит ну это слушай вечером ты зайдешь я тебе яблок дам тебе же надо яблок не ну даже если не надо ну как бы я тебе их дам я же вот обещал тебе яблок дать и вы как бы да да извежливости соглашаетесь но как бы осознаете что человек вас хочет кидануть ну и вечер наступает вас спрашивают ну ты че ты же без яблок ты не помрешь ведь да знаешь ну ты же не помрешь без яблок раз ты не помрешь то я тебе ничего не дам и вот вопрос к залу за кой половой детородный орган так делать ну как бы вас никто ну не вас да вот человека никто не просит но я думаю среди моих зрителей есть такие потому что мне очень много людей в свое время и до сих пор ну благо сейчас уже несколько месяцев такого не бывает очень много людей особенно когда этот ютуб мне позволил подключить точнее выдал мне эту функцию спонсорства спасибо Горбушкину он какое-то время не поддерживал я сейчас в деревне не знаю как там на самом деле сейчас происходит но не удивлюсь если все в котором все уровне никого из подписчиков на эту спонсорскую подписку нет короче говоря были такие люди которые очень ну я понимаю что им просто как бы скучно и хочется потратить чужое время чтобы убить свое которые которые мне выносили мозги как подключиться что зачем почему ну как вот это все я объясняла и подключала товарища Горбушкина который объяснял мне я перекидывал сообщение к тому человеку или еще кому к тому который меня спрашивал еще были такие которые мне навяливали какие-то свои дары посылки на обзор и в лучшем случае меня как бы игнорили я же известная я не напоминаю особенно если что-то такое мне навяливали что мне и даром то не надо не то что так были такие что банили вот та же самая серия так вот к вам таким же вот у вас несколько штук есть нет немножко таких людей существует и на ютубе в том числе у меня на канале смысл того что вы что-то кому-то навяливаете или предлагаете по собственному желанию вас никто не просит как бы а потом делаете вид что ничего такого не было вообще как-то ведете себя довольно грубо вот сегодня получилось так что еще накрупили хотя я как бы ну даже не просила ничего даже не намекала не вспоминала и вообще музыкальный такой музыкальный ролик он что тут стучит так кто ведерко моя раненая сланца которая сюда привезла я думала что она вот здесь до конца порвется начала когда нервация купилась и другие сланцы у нас магните за 110 рублей и подумала что все равно она уже вот так вот в деревне похожу в ней летом но она лето не проходилась и сломалась вот здесь где-то она вообще не знаю где потерялась но вот эта штучка отломилась внезапно сломалась не там где ожидала вот оно здесь все еще стоит сланцы мне эти сланцы кстати на 8 марта моя подружка маша дарила не помню что я ей дарила ну что там я спросила что мне надо мне надо сланцы я как раз сладок это принципиально их купить что-то около там какая-то скидка в том магазине была что-то все по 199 или все по сумкам как-то так короче вот оно где-то около сотни сланцы были ну в принципе прилично проходили больше всех сланцев у меня проходили из-за Иван им было 10 лет из-за фраше пришедшая в подарок вейменте я сама покупала тогда давно еще они здесь жили а вы фраше пришли в подарок и через месяц по-моему отклеили ласты мне кажется а может и не кажется что дождь утихает и вот сейчас уже ближе так вот это прояснило прояснилось и вот даже на камеру уже видно что тут голубой а там белая ну чуть-чуть облачков уже светлее так но слова все-таки надо сейчас пописать я скину наверное видео на ноутбук ну и как бы надо его смонтировать я постараюсь в этот раз смонтировать сразу вот все что сниму чтобы приехать уже в город после 20 и залить уже все готовое ну а 12 если не получится то 13 мне в любом случае на вот ехать плюс потому что под заветным местом есть сеть а мне надо будет за коммуналку заплатить прямо со сбербанка с приложением короче хочу глянуть уточнить что у меня там на канале смонтированное что еще нет что действительно надо тут смонтировать что у меня там ролики за сентябрь на флешке есть за прошлый год и за июль я помню какие-то я за июль демонтировала вроде даже за июнь но вот не помню за июнь то я все или только частично у меня даже ролик с экшн-камеры с лагеря замонтировала на днях убрала эту дурацкую оптимизацию на малави тут вот не знаю камера увидит или нет я то ее вижу там пушинка такая вот видит я вижу через камеру эту пушинку может и раньше виделась но сейчас я ее заметила совсем короче отключила эту оптимизацию потому что она вообще никакой роли не играет это чисто в свое время ввели в 18 версии чтобы оправдать то что они раз в год там выпускают эту новую циферку программе приделывают и чтобы люди заплатили денежку развести короче народ на денежку за новую как бы программу они вот включили эту модифон монетизацию оптимизацию это вообще ничего не делает кроме как ну для ролика никакой роли не играет и для монтажа кроме как тратишь дофига времени она живет эти компьютерные ресурсы во время своей оптимизации потому что сама по себе идет загрузка и точно так же все сохраняется и можно в другом месте открыть этот же файлик без всякой оптимизации или просто через какое-то время открыть этот же файлик если будут сходники то все нормально сделается и намного все быстрее проходит там конечно надо тоже минут 15-20 подождать иногда и 5 хватит чтобы просто все это загрузилось в эту программу картинками можно просмотреть лишнее срезать или чего-то добавить но с оптимизацией это было бы вообще супер долго поэтому у меня так быстро получилось смонтировать ролик который я записывала перед уездом в деревню когда получила посылку от ролики так я приехала в босоножках джинсовых то на поле куда я сейчас собираюсь наверное или в сланцах надо ехать на велике чтобы ноги ну как бы если и намокнет то ничего не резиновое резиновых то наверное жарко будет у нас было 27 градусов днем то у меня уже как граммахать стало еще не пошел дождь уже было 24 сейчас не знаю сколько градусов на улице ну смотрите солнышко постепенно появляется началась гроза закончилась весей свадьбой это не страшная дождь без сильного жуткого ветра в принципе хорошо что тут полил может мне потом чесночок выдерется с корешком малинка как-то получше будет может грибы еще пойдут в полисаднике сыроверок но они уже такие пересохшие старые смысла вообще как бы собирать нету белые больше не взошли тетя моя говорила что тут три мухомора она видела но вот я как приехала еще ни одного мухомора не видела полисаднике и потом чуть позже я покажу один способ как я тут вчера делала месяца еще поудивлялась сушила растительность короче сушила кипрея немножко такую ну конечно не такой черный ферментированный как в печке или сушилке его делать или в духовке но тоже ближе к ферментированному он у меня довольно так ну там небольшой кусочек было небольшое количество но все же ему хватило времени он так хорошо высох я думала сегодня повторить это уже этот же способ с другой травой но как-то вот проконитилилась не сложилось а сейчас еще и дочек было думаю завтра это повторить и постараюсь заснять как оно выглядит ну а перед этим покажу что стало с кипреем как он выглядит после сушки на солнце ну скажу что было это в пластиковом контейнере покрыто хлопковой тряпочкой белой эта тряпочка была приделана как бы табуретки это все на солнце стояло на солнечной стороне за домом вот за этим на усадьбе на нашей в общем было приделано с одной стороны баночкой с другой стороны чашкой перевернутой баночка тоже была небольшая перевернутая как бы все это чтобы тряпочка не удулась и я просто эксперимент ставила не знала что получится ну вот оно за сколько где-то там за 8 часов наверное ну может я в 11 это поставила в 11 чем-то мне родня приехала может даже в полуодинца это поставила где-то они в 7 уехали около 8 я это все убрала в общем можно сказать что даже за 9 наверное часов с хвостиком у меня это все высохло намного быстрее чем допустим если бы сохло просто в горнице или даже в избе на столе на газетке мне кажется он совсем утихует уже я конечно сейчас вот в тапочках своих я туда их привезла еще когда первый раз сюда приехали чисто чтобы вещи кое-какие были поэтому не проверить но учитывая что как бы не было ветра ни в какую сторону хотя бы даже в эту стена сухая лавочка тоже сухая у лавочки какой-то период земли более-менее сухой здесь вот ничего нигде не натекло потому что здесь в принципе оно капало тоже и вот где-то там за стенкой там так закрыто что в принципе сипа капает то не намочит ничего не намочило можно сказать что он прямой такой дочь был да еще есть некоторые люди которые вас ну для вас как бы нет причин чтобы вас человек игнорировал не то чтобы игнорировал специально искал повод чтобы не встретиться живя череду деревню для них есть повод ну допустим люди которые ответственны за то что была у вас какая-то вещь новая а потом только ушла в бесплатное без спроса пользования и вернулась уже не новая меня как бы это удивляло ну человек который допустим вас всячески избегает вот сейчас громыхает опять вас всячески избегает но кого-то с вашей стороны наоборот как бы общает я думаю что-то можно отнести в серию тех людей которые берут без спроса чужую вещь с целью ее не сколько использовали сколько укокошить или вместо того чтобы починить что-то покупают новое иногда нужно действительно что легче купить что-то новое чем чуть починить старое потому что бывает такое что так уделано что уже только чинить и не чинить и смысла не будет ну а бывает у нас тут такой случись что лучше починить старое и да благодаря тому что у нас поставили родственники газ у меня теперь снова рабочие практически практически даже с дверцей но тут дверца уже вот так сделаны стабильно так открывали забывали закрыть она уже по-моему тоже частично развалилась но я не знаю тут немножко прибинтовала этой проволочкой чтобы как-то вот эти палочки стояли ровно хочу потом попробовать эту дверь отрезать посмотрите закрывается она или действительно уже вот так вот только стоять может короче у меня теперь в полисаднике снова два выхода можно не проходить вон там и держать лишь бы не свалиться за разросшийся куст акации где еще рябинка проросла и черемуха проросла я даже ягодку одну просто приезд нашла зреленькую черемухи а спокойно пройти как раньше вот сюда допустим вышел и из дома с крыльца и прошел вот и вышел уже через калиточку палисадника на усадьбу очень удобно благодаря тому что теперь тут дорога как бы такой ров немножко нас огораживает а с той стороны и был такой ну своего рода рот изначально эта дорога была по которой вот через поле ездили допустим тоже Ескино или там через поле повороты может быть ездили даже на прямяково короче в ту степь налево направо прямо то у нас как бы с одной стороны ров такой участочек практически как островок получается с другой стороны ров там отделяется ручьем плюс еще такая растительность ну да вот наша территория как раз отделяется ручьем и с другой стороны там идет ручей и он еще за ним пруд как раз который засорился из-за чего у меня воды нету почти сутки прудовой и он заканчивается как раз вот там где-то пруд небольшой вот этот ручей он состыкуется как раз с этой вот дорогой которая теперь как бы выглядит как ров короче у нас такой островок можно сказать как средневековый града государства допустим были что там со всех сторон ров и защищают вход стены города ну конечно тут стен по большей части уже нет но была такая у меня тут мысля если бы там вот ну кто-то мне самой конечно не сделать это по дереву там где у нас это яблоня выросла еще березка еще что-то и елки вот так вот по территории сделать такую даже сетку какую-нибудь такую металлическую так 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 чтобы все накоротить ну в принципе сюда все равно сейчас никто не ходит как бы смысла нет но если вдруг чего вот такая идея вот так по-моему пока я тут говорила на камеру дождик совершенно практически закончился ну может так уже с листьев капает и чуть-чуть с крыши уже совсем оставшиеся потому что вот копель уже такой нету да я не помню снимала или нет я вот у меня тогда родственники не знаю как им удалось порвать веревку они косили когда тут траву в общем как-то им удалось я в этот раз сама уже повесила сделала веревочку меня на ней сейчас конечно ничего не висит но вот сегодня утром еще висело полотенечко я висит я висит 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 Продолжение следует...